Это братская могила, сейчас путят эти, интересно говорим, простые. Гора трупов, у меня уже, саблезуб, самое интересное второго уровня. Так, ну что, пробуем возродиться в очередной раз. И на меня уже какая-то херня допала. В общем, теперь меня убил Теодон пятого уровня. Какое красивое у него имя, да? Греческое, да. У меня какой-то греческий динозавр Теодон убил в уровне пять. Слушай, у него скиллуха. У меня сотый уровень, у него пятый. Как так вообще возможно? Почему? Ладно, возродиться. Ты знаешь, по-моему, мы неудачное место выбрали для возрождения. Я еще не успел возродиться, а я попал уже в периферию сражения каких-то кабанов, львов. Ну, в общем. Привет. Теперь меня убил саблезуб третьим уровнем. Давай еще, кто меня, кто еще? Тысяча и односмер... Не, как это так? Рандомайзинг, нет. Во, идеальная картинка. Масап, ребятки. Короче, это арк-сурвайвл. Выжженная земля, пустыня или... Или что? Масап, ребятки. С вами канал Алигеймлэйс. Плеем рака. Это еб***тый кенгуру и это арк-сурвайвл. Мы выживаем. В общем. Мальчик, пошел в жопу отсюда. Так. Черт, подождем. Да, что ж такое. Все хотят в кадр. В общем, я не знаю. Ну, в общем, как-то так, ребят. В общем, ребят, вторая часть под названием «Выжженные земли» или «Выжженная земля». Погнали. Кошка. Но он прикольный, да. Сколько он нам тогда жопы понаделал в первой части. По седлам, по коням, по диплом. Как называется наш динозавр? Паразарол. Зауролов. Параз... В общем, мы отправляемся в наше путешествие. А в прошлый раз мы так и не смогли. Нам просто качали хороших. Поэтому мы сейчас, приручив двух ездовых животных, чтобы быстрее пробираться к точке нашего окончательного пути. И заручившись поддержкой непонятно аллигатора что. Короче, мы путешественники. Приключения. И так до первого тигра. Впереди вижу крокодила. Барю, да. Уходим поверху. Это не наша битва. У нас все, что было, вот все изделия, которые мы изготовили при первом нашем путешествии, мы все это удачно похоронили где-то там в пустыне. Потому что, когда ты здесь умираешь, то все, что было у тебя в рюкзаке, все осталось там. Что там делает Баря? Наш Баря или их Баря? А где он застрял? Ладно, я пойду проверю. А ну-ка. Где ты там, пес? Слушай, вещи над ним какие-то проблемы. Что это за звук? Баря, красавчик. Нормально. Баря сидел просто, он просто охотился. Нормальный пацан, да? Так, а тем временем, у меня что? Легкий испуг. Сломана кисть. И много кисти с жопой торчит. Слушай, а у меня жизни мало. Может я травы какую-нибудь поем? Вот это я помню, это ядовитые. Мешбери, да? А стимбери. Я что-то съел. Пока улучшений я не вижу. Не... Чтобы не стоять на месте, мы двигались вдаль. Посмотри, как красиво. Как же тут красиво. Нам нужно вот чуть левее. Слушай, все-таки как круто здесь все анимировано. Ну, в плане как проработано вот это. Это ж пипец. Это ж пипец, как все проработано. Забаговано, смотри. Под нами, внутри, там что? Там подводная пещера или океан, или что? У меня обгрейт у машины. Давай-ка я тебе сейчас здоровья немножко прибавлю. У меня есть топор, древний, выбитый из кого-то. У меня есть кирка, древняя, выбитая из кого-то. Древний кулак? Древний кулак. А, у тебя оружия нет. Впереди скорпион, поэтому уходим направо. С другой стороны барю нужно прокачать. Но я думаю, смысл нам сейчас отвлекаться. Мне уже хочется дойти до точки и начать какое-то троительство. Придется драться. Давай, баря. Красавчик. Смотри-ка, баря вообще что-то тип. Баря, ну придется спуститься к баре, потому что баря не может поднимать. У баря проблемы с подъемами. Слушай, хорошо, что у нас есть баря. Впереди дракон. У нас нету стрел. Тогда нам нужно обходить. А мы почти уже пришли. Давай, там через лево и потом направо, и мы пришли. Мой герой, по-моему, очень сильно загорел. Нет, это я немножечко где-то испугался. Просто это был обильный испуг. Смотри. Баря, фас. Ум, баря. Баря прыгнул на муравья и улетел. Муравьиную жопу первый раз попробовал. О-о-о, обалдел от кислоты. Баря на кислоте, да. Слушай, ну тут задача для баря еще сложнее. Баря, нас преследует сзади. Причем, причем велоцираптор охотится, смотри. Выжидает. Ах ты. Баря. Баря знает, что делать надо. Я думаю, нам нужно поверх. Ну вот, как бы, вот это место. Здесь вот в тени можно построить. Вот тебе вода. Я могу построить фундамент вот тут. А тем временем у нас полным ходом шла стройка. Мне это, кстати, самое увлекательное, что в этой игре есть. Потому что то, как все разрушается, ломается, вы начинаете полностью углубляться в игру и в ее игровой процесс. Нам нужны кактусы. Ты, постой, там бариотикс немой. Ну вот, у нас уже какая-то цивилизация. Тимбери. Амбери. Имберись. Стимбери-мери. Стимбери-си. Тим-том-бери. А что за тим-том-бери? Ты не помнишь, что тим-том-бери? Название растения. Это всего лишь название гребаных. Растение Y, смотри. Расходуем. Посади это семя и подготовлю на большую грядку, чтобы вырастить ужасное оборонительное растение. А это что? Добывается шелкопрядов. Используется шелк. У меня есть шелк, прикинь. Щелк. Щелк. У меня есть шелк. О, мурашки. Заходим вот сюда. Ремесло. И где мой лук? Вот мой лук. Какой ваш лук? Отличный лук. Так. Вот так. Вот так вот. Братан, ты спать сегодня будешь? В смысле? Мы все ждем, видишь? Ну, по-моему, похер. Чисто гипотетически. Он должен когда-то уснуть. Давайте проверим практически. Я знаю, что еще может помочь. Всегда есть. Тушкан. Подобрать. Прикольный. Что это? Куря? Что ж, ребятки, я думаю, на этом мы будем заканчивать очередное прохождение нашего увлекательного приключения в мире арка. Выжженные земли. Что будет дальше, узнаем в следующем видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok